Работаем в перчатках, девочки, я просто демонстрирую, исправляю работу, поэтому перчатки не одеты. Хоть еще один ролик снимай, как исправить вот этот момент, когда форма прорезала материал. Не снимаем тоже, можно не снимать, особенно если ногти у вас не длинные, например. Мы зажимаем материал сюда, в арку, и заводим его вот вовнутрь. У нас получилась арка такая. Вот это трещинка, которую мы обжимали. То есть материал стоял аж вот так вот. Мы обжали арку и увидели, что при опиле у нас вот эта часть спилится. И вот тот элемент, который прорезан был формой, он у нас уйдет при опиле. Поэтому не спешите паниковать, снимать, переделывать. Сначала обожмите арку. Для этого материал должен быть таким, скажем так, еще свежим, еще мягким, для того, чтобы можно было хорошо завести материал в боковые. Если все-таки при выведении вот этой ровной линии у меня останется здесь какой-то зазор, я доложу сюда просто материал и еще раз зажму вот этот участок, чтобы он вошел вовнутрь. Потом еще раз нужно будет его опилить и зашлифовать. Да, это после опила уже выполняется. Можно, в принципе, и до опила. Можно сейчас поставить сюда капельку, чтобы уже наверняка не проверять, не испытывать судьбу. Можно это и сейчас сделать. То у нас здесь был розовый. Набираем маленький шарик. Подсушиваем его на салфетке. Вытираем кисть насухо, забираем этот шарик. Ставим. У нас же материал уже вот этот полимеризуется. А мы сейчас ставим свежий. Чтобы хотя бы чуть-чуть приблизить скорость полимеризации, мы его подсушиваем. Пока здесь идет немножко полимеризация, для того, чтобы мы обжали, можно работать с остальными ногтями. Заполимеризовался у нас этот кусочек, который мы доложили, латочка так называемая. Мы ее обжали, завели туда. Проконтролировали, что уже точно никаких зазоров нет. Вот видно, как материал стоит здесь. Красная – это не кровь. Это краска с форм слезла. И теперь выполняем опил. Смотрим, что у нас получилось с боковой стороной, которую мы доработали слегка. То есть трещинки у нас точно нет. Четко выходит боковая линия из линии роста ногтя. У нас нигде нет зазоров, переходов. И у нас есть правильная линия миндаля.